МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Там, где лето, там и отдых. А, как известно, самый лучший отдых – активный. Можно заняться спортом одному, но лучше с друзьями. Хорошо и любимую собаку взять с собой. И всем вместе на природу, в летний лагерь, окунуться в стремительный мир аджилити. В переводе с английского аджилити означает быстрота, проворство, ловкость. Этот вид спорта с собакой зародился в Англии в 1978 году. Его связывают с именем Джона Варли, большого любителя конного спорта. Который придумал и создал своеобразный конкур для собак. Главная задача в аджилити – быстрее всех пробежать по трассе, преодолевая разнообразные препятствия – снаряды. Они делятся на контактные, по которым собака должна пробежать. Это горка, качели, бум. И бесконтактные – их задевать нельзя. В контактных снарядах существуют определенные зоны. На обеих сторонах препятствий, которые собака должна обязательно коснуться хотя бы одной лапой. Просто так на скорости их не разрешается перескочить. Всю трассу собака проходит сама, без поводка. Но под контролем хендлера – проводника спортсмена, который руководит своим подопечным, подавая команды только голосом и жестами. В зачет идет не только скорость, но и точность. За сбитые планки барьеров, пропуск снарядов и другие возможные ошибки собака получает штрафные очки. Побеждает самая слаженная пара. Несмотря на то, что в России отжилите официальный вид спортивной дисциплины, в нашей области он мало кому известен. Взрослые спортсмены и любители проводят тренировки и занятия самостоятельно. В этом году работники спортивного клуба из Тольятти организовали выездной лагерь. И приобщиться к новому виду спорта смогли приехать желающие даже из других городов. Мы узнали о лагере из интернета. До этого считали, что у нас неадекватный, неумный пес. И решили приехать сюда попробовать с ним позаниматься. Ник у нас появился из клиники. Его привели на усыпление из-за проблем поведения. Ну, естественно, такого красавца никто усыплять не стал. Мы его оставили себе. Он прижился в нашей семье. Вот по истечению девяти дней, проведенных в лагере, мы поняли, что Ник очень умная собака, очень способная собака. Ему нравится бегать, прыгать, общаться с людьми, общаться с другими собаками. Поэтому я думаю, что ему очень понравилось в лагере. На первых шагах главное разбудить интерес у собаки. Ведь четвероногий спортсмен должен не просто слушаться своего проводника, а выполнять задания с азартом и удовольствием. Тогда и результат будет. Метод кнута и пряника напрямую здесь не действует. По правилам на соревнованиях нельзя давать собаке лакомства, игрушки и другие средства поощрения. Грубое отношение и наказание тоже под запретом. Оба спортсмена работают на интерес. Самое главное, что я поняла принципы дрессировки его. Как вообще подходить к дрессировке, к обучению, как мотивировать собаку. То есть до этого я этого не знала и не задумывалась. Очень много методик дрессировки. И та медодика, которая здесь, она построена полностью на мотивации собаки. Чтобы собаке было интересно, чтобы собаке было весело, чтобы весело было хозяину. Поэтому очень все здорово. Соревновательные виды спорта не просто способ хорошо провести время. Они дают шанс узнать свои возможности и позволяют даже в чем-то превзойти их. Но, конечно, спортивные устремления – это не самое главное. Дружба между собаками и людьми, их особые взаимоотношения намного важнее. Для многих аджилити и тренировки в лагере – хороший способ их укрепить. Занятие аджилити помогает мне установить гораздо более тесный контакт со своей собакой. Мы учимся понимать друг друга, учимся взаимодействовать на уровне слов, жестов. Ну и, конечно, наше настроение, как пары, спортивные пары, улучшается. Мне было очень сложно вставать с утра на зарядку. Вот ему тоже было очень сложно вставать с утра на зарядку. Но затем мы с ним вдвоем, бодренько начинали занятия. И, в принципе, продолжали в довольно таком активном темпе. Для меня не так важны медали, первые места. Основной целью наших занятий является получение удовольствия моего и моей собаки. Для тех, кто уже не первый год занимается аджилити, тренировочный лагерь – отличный способ закрепить полученные навыки и подготовиться к предстоящим соревнованиям. Для опытного спортсмена уже не секрет, что работать прежде всего приходится над собой. Я бы, наверное, определила 70% – хендлер, спортсмен-человек, и 30% – собака. Потому что на самом деле собаки, они учатся намного быстрее, нежели человек. Вот эти движения, прыжковые элементы, забегать в туннель, как в нору, пробегать по буму, по горе – для них это физиологично. А мы с нашим размеренным сидячим ритмом жизни уже давно разучились бегать. Вот у нас на зарядке, нам преподавали технику бега. Вот казалось бы, ну что проще, взял, ты же ходишь в нормальной жизни и пробежал. А сложностей столько было, и руки не работают, и ноги куда-то не туда, и колени стучат, и человек путается. Поэтому, конечно, я думаю, что в первую очередь это 70% работы хендлера. Очень-очень-очень нужно хорошо владеть своим телом, координацией, своей головой, и, конечно, со своими нервами справляться. Без хорошей физподготовки высоких результатов достигнуть очень сложно. Но в этом спорте важна не только скорость, уметь держать себя в руках. Порой тоже задача не совсем простая. Очень существенный акцент сделан на психологическую подготовку спортсменов. Практически каждый день у нас тренировки проходят в режиме соревнований. Вот лично для меня, как для спортсмена, это, наверное, самая большая сложность для нашей спортивной пары, потому что я темпераментна, Ася темпераментна, и когда мы бежим, получается такой большой комок нервов. Вот с этими нервами нам предстоит справиться. Я надеюсь, что какие-то у нас уже подвижки есть. На ближайших соревнованиях, я думаю, мы должны показать результат. Не прошел ли этот лагерь даром. Пока мастера оттачивают свои умения, а новички делают первые свои шаги, прыжки и забеги, самым юным участникам этого заезда набираться практического опыта еще рано. Но можно ведь просто со всеми приятно общаться. Да и самостоятельно строить далеко идущие планы тоже никто не запретит. Меня зовут Тимур. Я переехал из Пензы. Моей собаке 4 месяца. Моя хлопочка Майка, и я на следующий год стану ее дрессировать. И она станет чемпионом мира. В последние дни заезда состоялись итоговые соревнования. Участники лагеря сумели показать все, что отработали за эти дни и чему научились. По правилам этого спорта четвероногие спортсмены выступают в трех ростовых категориях. При этом их возраст, порода не имеют никакого значения. Среди известных чемпионов много и беспородных собак. Тем не менее, некоторые породы словно созданы для аджилити. Признанные фавориты – бордер-колли, а также шелти, бельгийские, австралийские овчарки и, разумеется, терьеры. Им по своей природе темперамента и проворства не занимать. Это Парсон и Рассел терьер, а это Джек Рассел терьер. Различаются они размером лап. У Парсон и Рассел терьера длиннее, у Джек Рассел они короче. Так как это норная собака, им очень нравится преодолевать тоннели. Они это делают с огромной скоростью и с огромным азартом. Да, они хорошо подходят для занятий аджилити, так как они имеют хороший темперамент и присущий этой породе азарт такой. Они очень любят игрушки, ну и покушать. Многие люди заводят этих собак, и собаки начинают что-то рушить дома. Они просто не уплескивают свою энергию, и поэтому таким собакам стоит чем-то заниматься, каким-то видом спорта, например, аджилити, которым занимаемся мы. Сложности для меня были в управлении. Я не могу справиться с ее скоростью на данный момент. А раньше у нас были сложности с ее скоростью. То есть я не могла замотивировать свою собаку на то, чтобы она бежала быстро, чтобы ей нравилось аджилити. А сейчас это наоборот. Аджилити ей очень нравится, а я за ней просто не успеваю. Талантливый пес талантлив во всем. Удивительным трюкам можно обучить своего питомца в буквальном смысле – играючи. Польза от таких занятий огромная. Главное – не лениться. Любой собаке важно обеспечить активную жизнь. И тогда счастливы и довольны все. А вариантов немало. Выставки, дрессировка, кинологический спорт. Главное уже есть – тренеры и спортсмены, готовые передать свой опыт. Основной идеей нашего лагеря является именно развитие, популяризация кинологического вида спорта. Кинологического вида спорта не только для взрослых детей, но и привлечение молодежи, пропаганда здорового образа жизни. Так как у нас это официальный всероссийский вид спорта – аджилити, кинологический спорт. И вот одна из дисциплин – это аджилити. Начинать с нуля всегда нелегко. Но первые шаги уже сделаны. И хотя площадок для занятий катастрофически не хватает, есть большое желание у владельцев собак – открывать для себя мир спорта, мир аджилити. Аджилити – это у нас очень демократичный вид спорта, где могут у нас участвовать в соревнованиях и дети, и взрослые. Бегают пенсионеры, собаки от маленьких до больших. Участвовать могут абсолютно все. Но, к сожалению, в России нет условий, когда можно заниматься круглогодично. Так как у нас в основной части – это зима. Вот зимой очень много людей отсеются, потому что нет условий, нет укрытого помещения, где мы могли бы заниматься. А люди не готовы идти на такие жертвы, бегать в слякость, в грязь. И спортсмены, которые уже заразились этим видом спорта, им уже нипочем любые погодные условия. А для хобби, да, нужны все-таки условия для того, чтобы пришли, и люди получали удовольствие. Вот, к сожалению, в России сейчас условий таких нет. Лидерами в российском аджилити – это у нас Пермь и Москва. Самарская область не отстает, но, к сожалению, у нас не так много клубов, не так много мест, где можно заниматься. В Самаре – это всего лишь один единственный детский клуб «Унипес», где занимаются дети до 18 лет. И в Тольятти – вот новый молодой клуб «Волга Дог Спорт», который занимается и со взрослыми, и с детьми. Да, и мы вот планируем развивать этот вид спорта, потому что для людей он интересен, масштабность может быть очень большая. И надеемся в дальнейшем, что у нас будут и условия, и крытое помещение для занятий. Будем все для этого делать. Субтитры подогнал «Симон» Даже если вы не строите грандиозных планов на большие спортивные победы, попробовать начать заниматься аджилити обязательно стоит. Это понравится и вам, и вашей любимой собаке. Найдите на это время, и вы не пожалеете. А у нас все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова